Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе мы купили этот уголь. Каждый год я беру кредит только для того, чтобы выкружиться, отдать. Кредиты, поиски угля и шквал возмущений. Под таким девизом прожили последние два месяца жители Локтевского и других районов края. Мало того, что твердое топливо подорожало, так еще и найти его было сложно. Причина перебоев – экспорт угля за рубеж. После освещения в СМИ, обращения к президенту на пресс-конференции, вопрос сдвинулся с мертвой точки. Поставки с Казахстана возобновились. Но впору уже думать о следующей зиме, говорят эксперты. Есть постановление правительства, 877-е, если я не ошибаюсь, которое определяет перечень товаров, которые могут ограничиваться в экспорте в случае востребованности на внутреннем рынке. Там есть гречка наша, там есть рапс, там есть масличные культуры. Там нет угля. Благодаря такой мере уже в новом году 350 тысяч домов края не будут замерзать, говорят общественники. А вот что касается цены, то она по-прежнему высокая. Причем компании, реализующие топливо, продают его почти по себестоимости. Для продавцов мер поддержки пока нет, а вот и население существует. Господдержка за уголь полагается как федеральным, так и краевым льготникам. У нас в Алтайском крае установлено на один квадратный метр может приходиться 0,064 тонны угля. Вот если гражданин больше потратил, там 0,007, да, то, соответственно, компенсация будет рассчитываться из 0,064 тонны на один квадратный метр. Средний размер компенсации на уголь в Алтайском крае пояснили в ведомстве 3100 рублей. К слову, сумма компенсации равняется всего одной тонне. А чтобы зима не показалась адом, жителям нужно 7-8 тонн угля. Это помимо дров. Выделили мне соцзащиты помощи. 3 тысячи, как хочешь, так на них вкладывайся. 2 800 уголь, вот, и 2 700 дрова. Машина 2 800 стоит. Такова картина социальной поддержки. Кстати, жители сейчас жалуются и на плохое качество топлива. Мол, оно прогорает моментально. Запасов не хватает. Не боится водка, не хватит. Что не хватит, потому что уголь некачественный. Надо протоплять два раза в день, а сейчас еще морозов-то не было. Сейчас уходит по 2-3 вида. Специалисты, которые ежедневно тестируют уголь на качество, говорят, что твердое топливо улучшается год от года. Это показывают специальные исследования. Но специалисты ручаются лишь за лабораторные образцы, а не за уголь, который доходит до потребителя. Как его испортить можно? Товарищи, наш народ уж испортит. Блоху под каюту она танцевать не станет. А уголь испортить – это очень хорошо. Водичку можно подлить. И продавать воду по цене угля. Можно шлак подлить. Чиновники Барнамурской гордумы говорят о том, что не мешало бы создать специальные комиссии, которые бы контролировали запасы угля и его качество. Необходимо вот такие законодательные конторы выводить под контроль различных государственных органов, которые занимаются в том числе и контролем качества углей. Потому что калорийность угля тоже имеет значение. И я так понимаю, в октябрь в этом районе был случай, когда качество угля вставляло желать лучшего. Еще один выход – масштабная газификация. Она бы полностью нейтрализовала проблему угля. Однако пока Алтайский край газифицирован всего на 15-16%. Даже не на четверть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.